всем привет меня зовут алена и вы на канале караколь стич сегодня я хочу вам показать свой топ-5 моих вышитых работ за последние два года наверно полтора-два года конечно у меня есть мой топ за все мои там не знаю 15 вышивальных лет но мне хочется вам показать именно последние посту поскольку старые работы уже они старые всем известны хотя я вышиваю в основном такие классические новинок у меня как раз то совсем и ним не много но вы знаете я почему я тоже решила снять это видео мы же переехали я разбираю эти коробки но постепенно все так потихонечку раскладываю организовываю и вот добралась до коробки с моим с моей вышивкой то есть меня еще надо добраться до моей хомячей норки тоже посмотреть как у меня изменилась моя норка за последние два года очень интересно мне самой потому что уже давно я не заглядывала туда но два последних года точно не заглядывала а вот и я решила что все таки я наверное покажу вам свои последние самые 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 любимые работы и показывать я их буду на на дома потому что вы видите у нас солнце если я положу сюда все вышивки на солнце наверно будет все очень отсвечивать и не будет хорошо видно поэтому я сейчас перемещусь в дом и мы начнем мне самой любопытной интересно и начинать я буду с конца 5 4 3 2 1 окей договорились но все пошли в дом и так пятое место это мои бабочки от рт о ребята это работа вышивалась в самолете когда мы путешествовали в перу вы помните и вы знаете она меня просто поразило во первых я вам хочу сказать что я не знаю что это за канва может быть свайгард может быть нет но канва очень хорошая она не мягкая не жесткая она такая средняя крестики просто идеальные просто идеальные вы понимаете то есть я наверное это единственная работа с такими идеальными крестиками если вам так откровенно и честно сказать показываю вам поближе просто и изумительная работа просто изумительная и я сейчас почему я так еще рада потому что я получила в подарок от моей рукодельной подруги люды пару к этим бабочкам и я обязательно в этом году уже конечно нет но в следующем году я буду обязательно вышивать пару к этим бабочкам и обязательно буду оформлять потому что но они выглядят просто великолепно в оформлении без оформления выглядит супер но в оформлении это вообще что-то с чем-то очень мне нравятся вот эти вот разводы вот все как прорисовано проработано в принципе тут даже не нужно паспарту поскольку поскольку эта рамочка она является сама как паспарту я даже думаю что я просто буду оформлять в какой-то багет без паспарту хотя я любитель паспарту если честно и так на пятом месте мои бабочки от рт о на четвертом месте мои девочки от модель я не ребят ну это конечно работы миниатюрные но они настолько хорошо проработаны как вы помните я вышивала все самоподбором смотрела скачивала схемы вернее мне прислали схемы и я подбирала из ниток которые у меня были там и анкор и dmc в общем каких только ниток у меня нету тут я единственное что я изменила я всем девочкам добавила вот украшения бисерные это и этой девочки но всем работаем покажу вам ближе по одной работы просто неимоверно красивые на самом деле я их отнесла к четвертому место но наверное можно и к третьему и ко второму и к первому потому что но они просто великолепны любая работа любая девочка какую не возьми они просто шикарны я очень люблю эти работы очень тоже я их буду обязательно оформлять смотрите немножко просвечивает нами но они просто шикарны и вот эта девочка в терракотовых тонах такая яркая такая красивая просто прелесть смотрите что я еще сделала я добавила всем девочкам золотую каемочку если вы видите захотелось мне тоже вот добавить немножко блеска но вы знаете что я как ворона сорока не знаю люблю все блестящее и поэтому я не могла удержаться и я добавила и украшение и блеска мне кажется что это совсем не испортила работу и эти девочки у меня тоже пойдут в оформление у меня есть идеи как их оформить принципе сначала я думала что я буду оформлять их отдельно и потом вместе потом опять отдельно в общем есть у меня идея как я буду это оформлять обязательно они будут оформлены так не хочется оформить их в этом году до конца года но посмотрим как карта ляжет как говорится мы планируем но не всегда выходят все что мы планируем и так четвертое место мои девочки дамы от модельяне третье место и снова рт ребят я какой-то фанат рт остала это моя хипуша ребята у рт он была серия с обезьянками вы помните девочка мальчик в общем но и так как у меня ребенок родился в год обезьяны я все время хотела вышить какую-то обезьянку но никак не могла все-таки мальчик никак не могла найти подходящую и тут выходит у рт о хипуша и естественно я сразу 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 купила на самом деле на ю тубе не так много девочек кто показывал и кто вышивал хипушу мне кажется алина рукоделия вышивала ее и я и по моему может быть еще пару человек очень интересная работа очень объемная мне нравится что здесь все эти косички плетутся расход ниток достаточно большой вышивала я ее не могу сказать что очень легко потому что если вот вы смотрите меня помните что я вот ошиблась в этом месте я большой большой кусок или в этой стороне неважно я большой кусок распарывала перри перевышивала то есть это все время все таки очень мне нравится что здесь шапочка вывязывается провязывается хотя можно ее и вышивать то есть схеме даны и крестики вы можете вышивать крестиком а можете ее вязать я захотела связать потому что мне кажется такая работа выглядит более объемная вы посмотрите какая красота не могу сказать что очень легко мне дала шапочка нет но в любом случае мне кажется что получилось очень очень даже неплохо смотрите какая мордашка у этого хипуша просто так проработана схема каждая складочка видно кожица прямо все светится такая красота косички я достаточно но легко их сделать конечно вот эти все как ниточки с памятью или как они называются проволочки так таким я эти косички еще помимо того что закрепила этими проволочками я их еще подшила подцепила чтобы они у меня не болтались мне хотелось чтобы когда я буду оформлять эту работу а я буду оформлять эту работу обязательно это одна из самых моих любимых работ чтобы были видны вот эти вот еще все бусинки чтобы косички не болтались чтобы они были видите вот она под подцеплена это тоже вот подцеплена то есть я хотела чтобы все эти бисенки бусинки были видны эта работа понравилась очень моему мужу и он хочет чтобы я вышила огромную такую хипушу на 11 канве потому что он хочет большой он сказал что это очень маленькая но он балдеет от этой работы поэтому может быть как когда-то я вышью на 11 канве куплю одиннадцатую канву куплю конечно нитки здесь местного производства потому что расход ниток тут увеличится здесь достаточно большой расход ниток и за косичек и на если я буду вышивать на 11 канве то соответственно мне надо будет вышивать наверное в 4 нити поэтому расход будет большой и придется мне покупать но заказ я конечно выполню обязательно сделаю и так это третье место дальше дальше идет мой дименсенс любимый эта работа она перевыпустилась по моему прошлом году и я знаю что некоторые девочки купили в частности леночка чупко вышивала ее но у меня эта работа 15-12 лет недавности в общем это старая старая когда только вышла этот сюжет я купила потому что очень объемно очень мне понравилось как выглядит и я тоже видела в оформлении просто великолепный букет действительно замечательный и лежала на меня 12-13 лет я не знаю сколько и вот я решила достала наконец-то решила вышить это одна из самых моих любимых работ но я один вообще люблю эта работа она просто великолепна на дизайнерской конве посмотрите как корзиночка как вообще дверь деревяшечки вот эти все проработаны вы посмотрите как красиво камушки да но это просто какой-то какой-то балдеж ручка на двери она прямо светятся вы понимаете она прямо светятся тоже хочу оформить не знаю когда но все хочется мне хочется 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 но это мой топ 5 поэтому я буду стараться оформить именно эти работы смотрите тоже тень как туда падает я очень переживала когда начала вышивать что я немножечко с центром до ошибусь потому что канва дизайнерской надо в общем-то попасть во все эти кирпичики в досточки и так далее но нет вы знаете все отлично все попало ничего не 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 испортилась как говорится и я очень довольна и так это моя вторая по значимости работа и первое место за последние два года у меня занимает барабанная дробь мои ракушки венок из ракушек ребята как я хотела вышить какой-то венок я смотрела на венки dimensions естественно я люблю димы и как раз в это время как-то девочек очень много вышивали все и сезонны всех сезонов венок и ночью разный венок из роз и плюс перевыпуски же были этих веночков да и я смотрел и как мне хотелось какой-то веночек и тут я обнаружила от жанлин венок из ракушек но это моя тема ну во-первых ракушки ребята на смотрите я вам показываю вообще кверх ногами вот дурочка с переулочка но вырезать не буду пусть так все и будет перевернула и так я увидела этот венок и я в него влюбилась во первых до ракушки это же моя тема пляж море океан ну как же так и все эти ракушки которые есть в этом веночке они есть у нас на пляже и как же я могла пропустить такую возможность очень мне нравится что здесь вот вышиваются буковки некоторые девочки не вышивают эти буквы да но я вышиваю вышила мне понравилось мне нравится они не очень заметны на мой взгляд это очень даже хорошо конечно жанлин вышивать это надо иметь вообще и терпение и все схему у них микроскопическая я ее и увеличил чё только с ней не делала в общем это смена не так постоянные целая куча бэка конечно вышивается это не очень легко и вышивала я но если не год то приближена к этому сроку да ну конечно я же не только одну эту работу вышивала но все равно вышивается она достаточно сложно для новичков я бы не рекомендовала плюс я заменила канву я заменила на 16 и такого песочного цвета мне показалось что песочного цвета канва и ракушки очень даже хорошо будут сочетаться поэтому и я так и сделала в принципе а что тут еще гадать на белая не хотела вышивать даже если бы было чуть-чуть темнее такая кофейного такого или золотого песка знаете я бы даже и на чуть чуть темнее канве вышила потому что вот эти все буковки они немножечко теряются но но я в принципе довольна мне нравится я бы наверное даже это я сейчас так рассуждаю а наверное я бы даже и не хотела чтобы эти буквы очень выделялись потому что мне хочется чтобы выделялись именно мои ракушки они буковки я хотела тут вот на крабики на этом глазки там и кое-где еще на вот этих водорослях есть такие видите узелочки крестики я хотела бисер пришить ну чтобы было как-то более объемно что ли но потом подумала что нет все таки я оставлю так как есть я очень довольна этой работой работа сложная но работа того стоит и наверное это одна из первых работ которую я хочу оформить работа я все хочу оформить но это моя как бы приоритет да работа приоритет на я хочу ее оформить и хочу повесить и хочу любоваться кстати вот эти все названия буковки это не просто буковки это название ракушек каждая ракушка имеет свое название и здесь если присмотреться перечитаться то можно найти название ракушек итак это моя самая любимая работа за последние два года первое место второе место третье место 4 место все мои девочки и закрывает топ-5 мои бабочки показала вам свой топ-5 моих самых любимых работ которые я за последнее время вышла но не оформила с оформлением здесь у нас очень сложно и я так часто не летаю чтобы можно было где-то в россии допустим оформить посылать это ребят но очень дорого это мне выйдет там в тысячи долларов я не могу себе позволить такой роскоши я под видео оставлю ссылочки на готовые работы все что я вам показала кому интересно или на плейлисты посмотрите может быть кто-то захочет что-то из этого вышивать и нужна какая-то более подробная информация зайдите гляньте может вам это поможет и пригодится а также хочу вас попросить чтобы вы написали какая же из этих работ фаворит для вас какая работа вам больше всего понравилась ну конечно у меня ракушки как я они мне тяжело дались я плевалась мать угал из чего я только не делала но я их одолела и я настолько горда собой что я сделала это что просто прелесть супер и так всем спасибо что были со мной спасибо что смотрели меня и досмотрели до конца и как всегда кому понравится ставьте пальчики вверх пишите комментарии подписывайтесь на мой канал всем пока пока тяу тяу